у меня села батарейка поэтому может быть немножко поменяется моя позиция и я повторюсь что это в общем очень крутая сумка очень нравится она из плотной кожи просто внутри получается это как замша снаружи отделанная кожа и один такой большой карман закрывается на защелку в принципе достаточно плотно и удобно я себя с ней чувствую достаточно уверенно в том плане что ну как бы безопасности сумки да я ее хотела что момента как я увидела это по моему префол у селин был прошлогодний что я увидела префол коллекцию я сразу хотел эту сумку я сразу знала будет ли она закупки в сумме и я попросила чтобы не позвонили когда она придет я сразу забрала там еще долго стояла я знаю вторая сумка такая но потом я тоже кто-то забрал так что поздравляю этого счастливого обладателя потому что считаю что это супер классная сумка очень удобный любимый мой цвет и зимний и летний универсальный здесь он такой более богатый насыщенный чем например вот давайте сравнивать совершенно два разных цвета хотя из одной гаммы и опять же эта сумка мне сейчас служит на шопинге потому что это типичный шоппер я кладу сюда воду тут тоже у меня какие-то типа наполнители хотя и наполнители не нужны она и форму держит и так кладу воду кошелек все что мне нужно шарф если что-то да не вот в общем если есть возможность приобрести такую сумку у вас еще где-то она осталась в европе и вы думаете насчет коричневой сумки я вам очень рекомендую ну так вот предпоследний вариант ацелин это у них флагман как вот у лэйва была сумка плетеная флагманская то здесь это конечно класс у меня он естественно коричневый но опять же вы видите как бы другой коричневый то есть мне очень нравится что можно сравнивать можно сравнивать все эти оттенки они все все разные вот и у меня класс по этот чуть меньше года мне повезло я его выкупила для девочки которая привезла его из штатов или ей привезли потому что в европе тогда этого цвета не было или он да по моему вообще не было то есть я с этой сумкой была немножко такая stand out потому что никто не знал где можно было взять этот цвет в этом году он появился в европе но я его купил когда его еще не было европе потому что это американская сумка то есть для американского рынка сделаны проданы скажем даже так не сделаны проданы для американского рынка у нее красная подкладка внутренний такой середний карман в принципе класс по прикольная сумка конечно она очень такая statement очень элегантно очень такая леди я не совсем понимаю когда ее носит с кедами с кроссовками какой-то хайповой моды все таки с этой сумкой мне кажется нужно как бы соблюдать стилистику для меня она такая театральная ресторанная какая-то такая ивентовая да то есть там на выставку сходить под нее хочется ответственно одеться она не очень удобно потому что ты можешь носить принципе только так или в руке в принципе все носит так написать что на телефоне естественно ты повесишь на локоть ничего страшного вот она принципе да удобно открывается и закрывается но на этом все я не ношу открытую то есть если даже где-то вы видели на фото что она открыта это не специально это не история про сумки кейли который носится открытыми это просто случайность у меня не знаю почему все носит их открытыми но окей в общем классная сумка мне она нравится она это тут скажем так не то чтобы я изменила себе то вы знаете что я очень практичная но здесь я скорее пошла за красотой модой каким-то супер таким элегантным стилем чем за практичностью но и так тоже иногда должно быть все таки я девочка и я стилист я работаю в моде мне хочется иметь не только практичные но и красивые вещи и последняя сумка селин это просто такая будет for fun это оська селин даже нельзя ее отнести к сумкам потому что это бесплатная вещь и ее дают в купе с украшениями селин обычная оська просто где на ручке написано селин так теперь мы передвинемся к нам бренду который не такой многочисленный у меня на данный момент но который очень очень тяжеловесный это шинел бэйби у меня был в какой-то момент очень много сумок шины около десяти но потом я стал с ними расставаться потому что перестала практически на себе бренд в общем классический мини фа да нет это не 255 так как же называется флап именно вот флап 255 другая модель я вам покажу то есть и классик флап это когда значок вот такой сиси и а вот это квилтинг он такой более пухлый вот у меня она в икре я купила когда икра в этой модели появилась в этом размере первый год я помню что мне даже кто-то сказал что это фейк потому что типа нету икры в этой модели но я покупала бутики в каннах поэтому все вопросы каннам а вот классная сумка очень много носила в свое время она очень очень удобная в принципе достаточно вместительная у меня сюда помещался полноценный кошелек очки ключи близ для губ вот у этой сумки естественно длинная ручка сейчас мы достанем ее при желании тоже можно завязать она хорошо держится я с ней не расстаюсь это маленькая прелестная классика шанель она у меня в идеальном состоянии я уверен что я буду периодически выгуливать не знаю в общем эта сумка меня не бесит она мне очень нравится мне кажется еще как-то можно обыгрывать и и в конце концов шанель было будет всегда мне кажется секунду моя вторая сумка шанель из трех это вот такая тоже хоба сумка вы нами видели у меня на фото из аэропорта я обычно с ней летаю супер сумка одна из моих самых-самых любимых она у меня уже лет семь она сделана из какой-то потрясающей такой покрытой ткани то есть она очень легкая очень плотная не намокает при этом не царапается носится идеально и какая она легкая вот эта регулирующаяся ручка да то есть я могу носить на плече могу я могу подвинуть могу через себя внутри да она тканевая но за счет этого она очень легкая у нее много карманов из-за того что она такая большая у нее есть такой кожный ремешочек для ключа чтобы ключи не терялись внутри сумки единственная тяжелая часть у нее это вот такой замок такой язычок на молнии с таким шариком вообще принципе если вы где-то увидите в каких-то винтажных магазинах или реселлерах или у кого-то именно вот эту модель я вам рекомендую ее просто тысячу раз потому что это супер удобная сумка с ней можно ходить на спорт она очень стильная она не кичевая и плюс вот этот вот цвет такой как червеное серебро он подходит ко всему тоже одна из самых моих любимых сумок но ее почему-то я все время забываю брать на шопинг потому что принципе по смыслу он мне подходит я могу на много чего положить она легкая могу владеть через себя и провести шопинг с клиентом весь день на ногах почему-то она мне все время как-то выпадает из головы потому что она лежит в самом нижнем ящике я ее очень редко вижу и вспоминаю только когда собираюсь в путешествие ну и моя самая любимая сумка из всех которые мне когда-либо были шанели у меня была даже винтажная корзинка в свое время очень красивая но вот это моя самая любимая сумка это как раз модель 255 это не classic flap они различаются обожаю эту сумку никогда с ней не расстанусь мне нравится все мне нравится в ней цвет форма именно то что это 255 они classic flap она более такая спокойно у нее нет вот этого говорящего значка шанель у нее другая цепь если посмотрите видите здесь она интерлейс то есть кожа продета через цепь а здесь просто цепь она очень красивая на каждом звене есть какая-то гравировка или что-то такое она более легкая более плоская вот эта часть где идет стеканка вот у нее тоже двойная крышка там некая бумага мне очень нравится этот такой немножко жемчужный цвет такой нежный кремовый не знаю обожаю вот даже сейчас я держу в руках и она предоставляет мне невероятное статистическое удовольствие мне кажется летом любой девочки в принципе такая сумка такая примерно по смыслу нужна не обязательно шанель не вот я если будет возможность я бы хотела иметь еще такую модель может быть в этом размере на один размер меньше серебряную такой исчерленное серебро или состаренной такой черная кожа тоже не выглядит очень очень красиво очень дорого но они и есть принципе дорогие но и последние три сумки не будем долго растекаться мысли по древу вы их уже видели если кому интересно поищите у меня есть отдельное видео посвященным этим трём сумкам очень много информации там это мои три сумки Hermes Birken 35 Clements цвет gold золотая фурнитура я выбрала уже бау вот при ла в общем такая хорошая сумочка ношу иногда в принципе пользуюсь Kelly 28 у малахи серебряная фурнитура кожа тога вот нормальная сама покупала в парижной тоже хорошая сумка но самая-самая любимая сумка вообще во все мои коллекции это конечно кель 25 селье селье кожа эпсон серебряная фурнитура то же сама покупала в париже очень люблю если вы думаете на какую сумку все-таки потратить усилия деньги не знаю нервы то я очень рекомендую именно вот эту модель в этой коже ее даже с кельами можно носить она достаточно такая тон-даун не кричащая в общем для меня это любовь и я вам рекомендую если есть возможность такую сумку приобрести на этом все обзор дизайнерских сумок закончен чуть попозже сделаю обзор других каких-то сумок которые у меня есть и они у меня правда есть и тоже я объясню почему их покупала где я их использую а если вам интересно вы можете в комментариях ниже написать какие бы обзоры вы еще хотели увидеть ну в смысле обзоры каких коллекций еще чего например моя коллекция джинс почему как какие размеры где покупала какие нравятся какие не нравятся или моя коллекция там курток верхней одежды украшений про украшения знаю меня уже просили планирую сделать такое видео в общем у меня можете есть батарейка поэтому я буду с вами прощаться оставляйте свои пожелания свои запросы буду постараться на них отвечать выполнять ваши желания и спасибо всем кто до сих пор со мной несмотря на моё долгое отсутствие всех люблю целую пока пока